Программа «Спецзадания» продолжает цикл передач, посвященной деятельности окружной прокуратуры. В сегодняшнем выпуске мы расскажем об итогах второго в истории прокуратуры Югры открытого форума. Покажем, кто по новым правилам может входить в состав суда присяжных и к чему привели меры прокурорского реагирования в вопросах некачественного капремонта и задержки зарплаты. А в конце программы не пропустите постоянную рубрику, где старший помощник прокурора Югры Инга Снаткина расскажет о самых резонансных и актуальных новостях работы окружной прокуратуры. Знаковое событие состоялось в конце ноября в Ханты-Мансийске. Прокуратура Югры провела второй в своей истории открытый форум. Представители надзорного ведомства пригласили менеджеров нефтегазодобывающих предприятий, общественников, экспертов, природоохранных структур и представителей СМИ обсудить вопросы экологической безопасности при освоении нефтяных месторождений. Форум проходил в виде дискуссии. Участники озвучили ключевые проблемы природоохранной деятельности, а также поделились мнениями о возможных путях решения существующих экологических проблем. Предприятия, безусловно, конечно, открыты, настроены на сотрудничество. Наверное, с предохранной прокуратурой сталкивалось каждое нефтегазодобывающее предприятие Югры. Все знают о том, что мы существуем и какую принципиальную позицию занимаем по нарушению предохранного законодательства и необходимости устранения этих нарушений. Статистика показывает, что в большинстве случаев суды встают на сторону контролирующих органов. Так, по искам прокуроров, за последние два года нефтяные компании возместили ущерб, причиненный окружающей среде на общую сумму 518 миллионов рублей. Выступающие отметили, что ключевой проблемой при освоении месторождений остаются промышленные отходы. Зачастую на объектах, где они размещаются, не ведется экологический мониторинг и своевременно не принимаются меры по их ликвидации. Нельзя не отметить то, что экологические правонарушения, они имеют крайне высокую степень латентности. То есть эти правонарушения, как правило, скрываются. Потому что не каждый может узнать, что происходит где-то там далеко в тайге. У нас автономный округ, это практически все нефтяные месторождения находятся на землях лесного фонда. Установлены шлагбаумы, куда никто не может добраться. И, соответственно, безусловно, имеются определенные трудности в выявлении тех или иных нарушений. Участники форума также отметили высокий уровень выявления фактов причинения вреда окружающей среде предприятиями. Так, в арсенале контролирующих органов не только беспилотные аппараты, но и данные космического мониторинга. Свой вклад вносят и общественники. Выявленные ими факты нарушений также проверяет прокуратура. Помимо самой суммы штрафа, еще очень большое значение имеют и репутационные риски. Сейчас у нас не модно быть нарушителем законодательства. Поэтому, конечно, компании, они в целом стараются соблюдать. Другое дело, что у нас есть какие-то спорные моменты о том, что является нарушением, какие требования для них являются обязательными, какие нет. И вот эти факты у нас, конечно, являются предметом рассмотрения в судах и предметом обсуждения с компаниями. Прокуратура намерена и дальше организовывать подобного рода диалоговые площадки. Так, по итогам прошедшего форума прокурор округа уже дал ряд поручений. Кроме того, решения по наиболее резонансным фактам экологических нарушений будут приниматься совместно с экспертами, контролирующими органами и общественниками. Тем более, что последние играют все большую роль. Общественный контроль сегодня существует почти во всех социально значимых сферах. История взаимодействия общественного и государственного контроля насчитывает много лет. Ведь не случайно бывшие работники прокуратуры Владимир Денисов и Любовь Чистова после ухода из органов в разное время возглавляли Общественную палату Югры. А месяц назад Общественная палата региона подписала соглашение о сотрудничестве с окружной прокуратурой. Главная цель – усилить информационное взаимодействие. Во многом наша задача схожа. Мы являемся субъектом общественного контроля и стоим, будем говорить, на страже интересов прав и интересов граждан. То же самое – это общественный контроль. Контроль надзорный существует прокуратура. И здесь при обоюдном взаимодействии – это максимальная польза, прежде всего, для граждан, которые живут на территории Канты-Мансийского автономного округа. Еще одним показателем развития гражданского общества считается суд присяжных. Так, новые поправки в закон расширяют число случаев, когда судить обвиняемого могут простые граждане. По мнению экспертов, это большой шаг в сторону справедливости правосудия. Такая либерализация ставит новые задачи и для гособвинителей. Теперь прокурорским работникам мало обладать знаниями права. Государственный обвинитель, так же, впрочем, как и защитник судей присяжных, должны обладать ораторским мастерством, умением убеждать, если хотите, знать психологию. Потому что присяжным заседателям необходимо таким простым, доступным языком довести до них суть обвинения, раскрыть им доказательства. Впрочем, и сами присяжные должны обладать определенными требованиями. Старше 25 лет – это не быть судимым. Это люди, которые занимают определенные должности, которые так или иначе связаны с отправлением правосудия. То есть это прокуроры, следователи, судьи, работники таможенных органов. Согласно закону, число присяжных может быть 6 или 12. Каждые 4 года главой региона утверждаются общие и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели. Капитальный ремонт кровли, за который 16 семей этого дома в Нягоне заплатили почти миллион рублей, обернулся многолетней проблемой. Работы завершились 3 года назад. И начиная с весны 2014 года, жители каждую весну и осень страдают от влаги, которая с крыши проникает в их квартиры. Собственники обратились в местную прокуратуру. Проверка показала, что подрядная организация нарушила проект ремонта кровли и технические требования. Прокуратура Няга не обратилась с исковым заявлением в суд с требованием как управляющей, так и подрядной организации устранить недостатки. В соответствии с заключением, которое нам дала специализированная организация, устранить их на сегодняшний день возможно только путем демонтажа кровли и возведения кровли заново. Окончательный вердикт вынесет суд. Известно, что плохая слава за этой компанией тянется из других территорий округа. Так, в разное время в Нефтьюганске, Радужном и Излучинске из-за некачественного выполнения работ этой фирмой Югорский фонд капремонта вынужден был расторгнуть договоры. В Югорске сотрудникам прокуратуры удалось принять меры для погашения задолженности по зарплате перед 996 работниками предприятия «Югорск Ремстройгаз». Для детального выяснения всех обстоятельств и встречи с работниками предприятия в Югорск приезжали сотрудники аппарата окружной прокуратуры. С Югорским международным прокурором мы на вопрос по зарплате отвечаем. Руководство предприятия находится на другом конце нашей страны. И мы не можем найти внятного и понятного ответа. Я вот при всех докладываю, что возбуждено уголовное дело по этим фактам, по которым проводится предварительное расследование. В итоге в результате работы органов прокуратуры предприятиям погашена задолженность по заработной плате перед работниками в суммарном размере свыше 220 миллионов рублей. В Сургуте состоялась четвертая окружная спартакиада сотрудников прокуратуры. Особенно удивили результаты руководителей. Так сургутский прокурор Леонид Балин сделал жим штанги от груди лежа с финальным весом 110 килограмм. Чуть меньше результат 105 килограмм показал прокурор округа Евгений Ботвинкин. Спортивный уровень растет участникам. Очень серьезно. Это приятно. А ваши собственные результаты? Но мои, к сожалению, в силу возраста уже не растут. Но хотя бы то, что я удерживаю позицию, тоже неплохо. В итоге первое место в спартакиаде досталось сотрудникам аппарата прокуратуры округа. На втором команда из Нижневартовска бронза досталась объединенной сборной прокуроров из Коголыма, Мегиона и Покачей. О других новостях работы окружной прокуратуры расскажет в специальной рубрике старший помощник прокурора Югры Инга Снаткина. Здравствуйте. Сегодня я расскажу вам о самых актуальных новостях прокурорской деятельности. Вопросы соблюдения прав граждан в жилищно-коммунальной сфере находятся на особом контроле прокуроров Югры. В поселке Междуреченский Кандинского района после вмешательства прокуратуры местной жительнице произведен перерасчет платы за услугу водоснабжения. В ходе прокурорской проверки установлено, что управляющей компанией Междуреченской коммунальной системы в августе 2017 года заявительнице начислялась плата за водоснабжение на полив земельного участка в летний период. Как выяснилось, управляющая компания неправомерно начисляла плату. Данная услуга в договор водоснабжения не включалась, ее оказание в установленном порядке не фиксировалось. Прокурор района внес руководитель управляющей компании представление и потребовал незамедлительно устранить допущенные нарушения. В настоящее время жительнице поселка произведен перерасчет платы за услугу водоснабжения. Прокуратура Октябрьского района выявила факт нарушения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. На территории городского поселения Октябрьское предприятие осуществляет деятельность по вывозу жидких бытовых отходов на основании заключенных с бюджетными учреждениями и населением договоров. В соответствии с действующим законодательством указанная деятельность 1 июля 2016 года подлежит лицензированию. Между тем, генеральный директор предприятия с заявлением на получение лицензии в контролирующий орган не обращался. В результате незаконной предпринимательской деятельности им извлечена прибыль на общую сумму почти 3 миллиона рублей. Прокуратура направила материалы в органы внутренних дел для решения вопроса об уголовном преследовании. В отношении генерального директора предприятия возбуждено уголовное дело за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Переходим к другим темам. Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя города Советский, который вымогал денежные средства у бизнесменов. С марта 2008 года по октябрь 2016 года подсудимый совершал вымогательство денег и имущества у местных предпринимателей под угрозой применения насилия. Суд назначил виновному наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. С целью возмещения причиненного ущерба на имущество осужденного наложен арест. Противодействие коррупции остается одним из приоритетных направлений в работе прокуратуры. В Радужном житель города осужден задачу взятки в крупном размере. В феврале 2017 года подсудимый, являясь учредителем двух управляющих компаний, с целью принятия экономически выгодных для себя тарифов по содержанию и ремонту многоквартирных домов, передал заместителю главы города Радужный денежные средства в сумме 250 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий. Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона 800 тысяч рублей. Ранее в отношении заместителя главы города также было возбуждено уголовное дело за получение взятки в крупном размере. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде. Кроме того, по представлению прокуратуры, чиновница уволена с занимаемой должности в связи с утратой доверием. В Нижневартовске жительница города осуждена за ненадлежащее исполнение обязанности по воспитанию своих троих несовершеннолетних детей. Подсудимая систематически злоупотребляла спиртными напитками, допускала в отношении детей грубое обращение, использовала такие методы воспитания, как применение физического наказания, что травмировало психику детей. Суд назначил виновные наказания в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. На этом сегодня все. Напоминаю, что все новости можно посмотреть на официальном сайте прокуратуры округа. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok